Претензии к подрядчикам, которые занимаются уборкой снега, есть. Об этом сказал глава областного центра на первом аппаратном совещании Нового года. Накануне он проинспектировал улицы города и сделал ряд замечаний. Подробнее расскажем в следующем материале. Вторую неделю пять подрядных организаций очищают город от снега. При этом погода не дает расслабиться. За несколько дней января выпала половина месячной нормы осадков. Снег обещают не в ближайшие дни. На зимнее содержание дорог областного центра в этом году выделено полтора миллиарда тенге. Подрядные организации занимаются очисткой дорог и тротуаров, вывозом, а также при необходимости обработкой песко-соляной смесью. Претензии к подрядчикам есть. Люди жалуются, мы сами видим. Вчера буквально мы сделали объезд ночной, ну большой объезд заместителей. Мы проехали все до пол первого ночи, посмотрели все пять подрядчиков, как работают. И вот я по сводке смотрю, именно вчера был такой пик, когда было большое количество техники и людей. Более 200 человек работало, 181 техника работала вчера. У нас работает в день, в день, если день-ночь взять, от 200 до, получается, до 300, чуть больше, единиц техники. Ночь-день. И людей работает, соответственно, более 200 человек. Техники много, но не вся она в работе. Те организации, которые закупили новые машины, испытывают трудности с кадрами. Проблемы компаний не должны влиять на качество работ. Тем более от населения поступают немало претензий. Движение затруднено не только на проезжей части, но и тротуарах. Я летом говорил, по технике покупайте, покупайте, приобретайте. У нас три компании взяли мощные снегопогрузчики, кто-то брал гридера для вывоза и так далее. Но не хватает, вот когда у нас такой цвет нот, когда у нас день через день снег, мы начинаем буксовать, в буквальном смысле слова. Поэтому имейте в виду, мы вам говорили, у вас договора есть. Кто не докупил летом, докупайте сейчас. У кого не хватает, берите спитаков и так далее, я вам говорил, арендуйте. Первое предупреждение официально через портал вы получили. Три предупреждения, потом вы знаете, мы подаем в суд и расторгаем с вами контракт, договор. Это очень легко будет сделать, если вы не будете работать. Убирать снег возле своих бизнес-объектов должны предприниматели. Требования они зачастую игнорируют. К этому процессу должны подключиться и жители частного сектора. При этом как можно быстрее. Синоптики опять обещают морозы и метель. Любовь Облачкина, Диара Ахмечин, телеканал Кустанай.